Решила всё-таки к вам прийти для того, чтобы дойти после нашего эфира. Но изменить себе или изменить себя, я верю. Вот подумала, раз уже я сегодня начала эфирный день, то надо, наверное, уже его продолжить. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте. Рада всех видеть. Сделаем сегодня с вами ответ на вопросы, правда, не очень надолго, думаю, минут на 15-20. Вот, потому что завтра у нас будет эфир, на котором, сейчас я скажу тему, на котором очень настаивала мужская часть моей аудитории. Вот, и прям сегодня офис мне строго-настрого приказал сделать эту тему. Поэтому завтра у нас в инста будет 5 мужских иллюзий в отношении к женщине. Так что готовьтесь, мужчины, завтра будет интересно. В фейсбук завтра будет эфир кризис уверенности. Спасибо. Да, я сегодня решила надеть очки. Знаете, это тот случай, когда ты решила надеть очки, но чтобы выставить свет, тебе придется очень поработать над этим. Здравствуйте, здравствуйте. Для тех, кто меня не знает, я видеть впервые. Меня зовут Анна Багинская, я автор известной трилогии «Жить жизнь», «Жить жизнь», «Грех прощения» и «Код вознаграждения». Такая трилогия, которая посвящена свободе от манипуляции и личностной трансформации. Ну и, собственно, многие из вас меня знают как человека, которого называют специалистом по распознанию профессиональной манипуляции, бытовой. Ну и, кроме того, диагностики разных страшных диагнозов. Психопат, социопат, нарцисс и прочее. Ну, а вообще в жизни очень доброе. «Исцеление любовью» и «Порабощение любовью» – это вторая серия моих книг, которые как раз-таки посвящены «Порабощению любовью» и «Деструктивными отношениями». Вот, и «Исцеление любовью» – это созидательное отношение. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за добрые слова. Вообще, можете задавать мне разные вопросы, и я буду с большой радостью на них отвечать, как всегда. Я вообще на самом деле очень люблю вот эти эфиры именно с ответами на вопросы. Объясню почему. Мне кажется, что во время этих эфиров творится магия. Во-первых, мне интересно, вот, потому что мне всегда интересно, в чем вы спрашиваете. Во-вторых, мы как будто бы, знаете, находимся в такой групповой терапии, потому что люди, которые присутствуют здесь на эфире, кто-то, возможно, имеет какой-то внутренний вопрос, но совершенно не может на этот вопрос решиться. И, соответственно, тут кто-то другой этот вопрос озвучивает. Вот, и мне кажется, что вот этот, знаете, эффект группы, он дает действительно удивительные результаты на самом деле, и дает такую эффективную очень проработку для всех. Для меня, например, эти эфиры, вот самые любимые. Я знаю, что вы обожаете эфиры, когда я выхожу с какой-то темой и рассказываю вам о чем-то. Ну, я как бы выхожу и рассказываю то, что я точно знаю, что я буду рассказывать. Вот, а когда у нас происходит именно вот такое, такое, такое общение, у меня, оно всегда очень радует. Вот. Ну что же, погнали. Добрый вечер, добрый вечер. Кстати, кто-то сегодня меня спрашивал, когда выйдет пост продолжения разбора образа героя из фильма «Жить жизнь», пикапера Влада. Вот, он уже будет, я думаю, на следующей неделе, насколько я помню, по нашему плану, да, какому-то. Так что вот, Анна, спасибо вам, благодаря вам я выжила. Для меня это большая честь и награда слышать от вас такие, видеть, читать такие письма. И вообще, я иногда захожу там в YouTube почитать комментарии и вижу, сколько сотен тысяч благодарственных комментариев. И в этот момент ты понимаешь, что, знаете, каждый раз, когда мои пальцы касаются клавиатуры, я всегда думаю над тем, где найти слова или буквы, которые смогут человеку донести ту мысль, всё, что я хочу сказать. Потому что я, например, считаю, что я пишу, письменно доношу свои мысли в 10 тысяч раз лучше, чем аудиально, назовём это так, голосом. Вот, и каждый раз я прошу жизнь, чтобы она мне помогла найти эти слова. Для меня большая честь всегда знать и читать и ваши комментарии о том, как книги поменяли ваше мировосприятие и вашу жизнь, и сколько полезного и ценного вы смогли для себя открыть, и что они действительно вас спасли. Потому что на самом деле они все были написаны изначально во имя этого. И каждую свою книгу я всегда пишу во имя того, что прежде чем что-то написать, я всегда задойся вопрос, какую мысль я хочу донести читателю полностью этой книгой. То есть, закрыв эту книгу, что он поймёт, как изменится его жизнь, когда он дочитает её до конца. Вот, поэтому для меня спасибо, это очень приятно. Мой мужчина переписывается и лайкает всех подряд, я не могу это принять. Могу ли я предъявить ему претензии, запуталась ли он меня запутал? Но дело в том, что когда мы говорим о верности в отношениях, для кого-то лайки, это тоже уже вопрос верности, конечно же. Мы должны помнить о том, что верность это всегда договорённость. Вот я, например, считаю, что люди могут там заниматься сексом, иногда встречаться. Но это не говорит о том, что они в отношениях. Люди входят в отношения тогда, когда они договорились, что они пара, что они вот вместе. Соответственно, когда мы говорим о верности, соответственно, у меня есть точно такая же позиция. То есть, отношения не подразумевают оговорённую верность, верность и форму этой верности. То есть, для кого-то абсолютно нормально ходить по воскресеньям налево, так, чтобы вторая половина не знала. А для кого-то это совершенно неприемлемо. Поэтому вот здесь, мне кажется, очень важно всё-таки, чтобы люди обсуждали эти процессы и эти вопросы. Что да, хочу ли я, чтобы ты мне изменял, готов ли я это принять, или готов ли ты, чтобы изменяла я. В моём взаимодействии и вообще в реальности, в здоровых, созидательных отношениях, на мой взгляд, собственно, о чём я и пишу в «Осцелении и Любови», очень важный вот этот момент, аспект, когда, если ты это делаешь, я могу делать это тоже. Если ты это не делаешь, я не делаю это тоже. То есть, вот для меня это такой очень важный момент, вообще взаимодействия в отношениях. То есть, если ты хочешь, чтобы я была тебе верна физически, то, значит, как бы ты, я ожидаю этого же. То есть, поэтому я бы начала, скорее всего, с вопроса, ну вот скажи, вот ты вот это делаешь, мне это неприятно. Если я это буду делать, тебе ок? Если он скажет, нет, ни в коем случае, тогда скажи, ну тогда договоримся о том, что ты тоже этого не будешь делать. Вот если он скажет, да, окей, мне ок, то тогда как бы можно начать делать то же самое и посмотреть, что будет. Вот, если вы, после этого вам это дискомфортно, он бы хочет продолжать делать то же самое, это, конечно, про то, что человек вам не подходит. Помните, я говорю в «Осцелении любови», что у нас есть как бы основные наши ценности, которые определяют вообще наше удовлетворение в отношениях, когда мы находимся. Вот, например, ценность верности, это одна из них. То есть, для одной женщины терпеть неверность мужа, она готова покончить с собой, а другая женщина будет жить себе и по барабану, потому что ее статус для нее, например, важнее, чем верность. Поэтому вот как бы, когда у людей ценности совпадают, когда их понимание, что такое хорошо, что такое плохо, идентично, назовем это так, вот на мой взгляд, в таких ситуациях происходит рождение самых таких стабильных, серьезных союзов. Вот, ну, поэтому, соответственно, естественно, на то, почему, нужно задать вопрос, а почему он лайкает эти фотографии, какое вообще его внутреннее удовлетворение стоит за этим, то есть, к чему он стремится, что он вообще хочет. Вот, спасибо за очки, спасибо. Я даже не знаю, что это за фирма, вот, потому что я их купила когда-то в ювелирной такой лавке, где продавали всякие украшения, и в том числе эти очки. Поэтому так, спасибо. Спасибо за добрые слова. Анна, добрый вечер. У меня вопрос, что если у мужчин, ну, наверное, что если мужчину, точнее, моего начальника, задело, что я не поздоровалась с ним, хотя это получилось, ну, не хотя, просто не успела, но его это очень задело. Ну, что? Ну, задело. Подойдите, извинитесь, если его задело. Прости меня, что сознательно или бессознательно я стала причиной такого твоего состояния. Подойдите, извините, извинитесь, если вы чувствуете, что ему от этого дискомфортно, и скажите, что вы не со зла, вы просто не заметили. То есть, дать психологическую оценку, почему его это задело. Там очень огромный, может быть, на самом деле, спектр всего, начиная от того, почему, что вы ему нравитесь, и его это задело, и заканчивая его какой-то эгоем или гордыней, из-за которой он распсиховался, потому что вы подчиненная, и вы должна, возвращаюсь в эфир, или вы подчиненная, которая просто обязана, или должна вообще всегда здороваться с ним. сбился у меня. так, нашла, нашла. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, это нормально, что я в отношениях, как бы, все хорошо, но у меня есть страхи, что что-то не так. Это нормально. Особенно, если вы были в отношениях деструктивных, в которых вечно было все очень плохо, то когда ты попадаешь в здоровые отношения, тебе начинает казаться, что не может быть так все хорошо, и это, наверное, что-то, за этим что-то стоит. Вот обязательно, это обязательная часть программы перехода из адреналиновой псевдолюбви в здоровые отношения, потому что в здоровых отношениях все спокойно, все нормально, все понятно. Где начинаются нездоровые отношения? Когда вы начинаете задавать себе вопрос, а что случилось, а почему он так думает, а почему он себя так ведет, а я, наверное, что-то делаю не так. И вот там уже начинается что-то явно не то. Вот с этого рождается какое-то новое состояние, которое уже явно деструктивно. Потому что, на мой взгляд, главный показатель счастливых, нормальных, адекватных отношений, помните, мое главное правило, это хорошо, это когда хорошо. И если ваша психика ищет бесконечно каких-то вот именно эмоций, какого-то адреналина, руганье, еще чего-то, но это как раз про то, что надо с этим разбираться, с собственным психологом. Потому что, на самом деле, мы в жизни испытываем, выходя из собственного дома, такое огромное количество стрессов, что, находясь в отношении к самым близким человеком, конечно, мы должны, обязаны быть там, где нам спокойно, где нас наполняют силой, уважением, доверием, заботой, внутренней какой-то уверенностью. То есть, для того, что ты должен возвращаться домой, чувствовать себя действительно дома и в защищенном состоянии, а не в состоянии, что тебя завтра предадут, разорвут, уничтожат или еще что-либо такое. Поэтому это обязательно. Как поставить на место перверзного нарцисса? У меня есть видео в YouTube. Даже здесь, мне кажется, я недавно делала, какой-то повтор был. видео, которое называется «Как отомстить манипулятору?». Вот. И в «Пропащении любовью» я тоже посвятила этому большую главу. На мой взгляд, ставить никого на место не надо. Но дам вам совет, для нарциссов нет ничего страшнее, чем безразличие и ваше счастье. Поэтому самый лучший способ отомстить перверзному нарциссу, это забыть о нем и стать счастливой. Вот этого он точно не переживет, для него это будет самая огромная трагедия всей его жизни. Бывший отец ребенка женаты не были. Просят взять ему кредит, так сказать, помочь бизнесом. Со словами «Сейчас ты мне поможешь, потом я помогу». Не делайте никогда этого, потому что это всегда заканчивается очень часто и плачевно. Можете сказать, что угодно, но не делайте. Анна, если близкий человек психопат, можно ли прервать с ним отношения? Конечно, с любым психопатом нужно прервать отношения, независимо от того, даже если это ваш сын или дочь, или там мама, или папа. То есть, ну, по крайней мере, их надо минимизировать, эти отношения. Потому что психопат, он всегда будет пытаться атаковать. Можно ли с психопатом родителям, например, матерью или отцом, когда вы вдруг осознали, что вы выросли в семье, где один из родителей имел вот такой диагноз, то есть, это не психопатические паттерны, когда родитель, прям один из родителей психопат. То есть, мы можем ставить конкретный такой диагноз. Стоит ли с ним общаться, потому что мой отец? Он мой отец или мать? Конечно, нет, на мой взгляд. Можно ли изменить отношения с психопатом, если он там вырос, привык вас подавлять, но вы уже стали взрослые? В принципе, можно. То есть, если вы, на это уйдет 2, 3, 4, 5 лет, если вы не будете вестись, вы все время будете говорить, со мной так нельзя, выстраивать новые границы, которые базируются только на уважении и на каком-то конкретном взаимодействии, то, конечно же, конечно же, это возможно, что вы там дойдете до какой-то формы коммуникации, но близких отношений все равно не будет. Поэтому это неизбежная часть пути, или ты с психопатом взаимодействуешь и мотаешь себе все время нервы, либо ты в какой-то момент перестаешь взаимодействовать, часто уходишь там в какой-то режим раз там в полгода, там один звонок в неделю, помощь финансовая, но не физическая. Ну, то есть, когда мы говорим, например, про родителей, ну, и таким образом ты выходишь из этого. Добрый вечер, у меня вопрос, как быть с подругой-манипулятором, которая постоянно нарушает границы и критикует, унижая, обзывая других подруг при меня, а сейчас с ними сдружилась против меня. Перестать с ней общаться. Ну, знаете, когда тут пишут мне там мужчины и женщины, у нас семья, у нас дети, она нарцисска, или он психопат. Ну, это одна история. Но зачем вы терпите подруг, которые ваши, вас мучают, я понять не могу, или друзей. Сблокировали к хераму и забыли вообще, кто этот человек. Я понимаю, что за этим всегда стоит глубокая психологическая травма. То есть, сейчас объясню. Девочки, которые попадают вечно в какие-то конфликты с подружками, это говорит о том, что у вас есть какая-то детская травматика, связанная с взаимоотношением или с матерью, или с тетей, или, возможно, с бабушкой. То есть, если, например, у вас была там мать-психопат, я не говорю прямо у вас, а у человека, то в большинстве случаев все его подруги, подружки, с которыми они будут дружить, это будут психопатки. Точно так же соответственно у мальчиков. Поэтому тут надо, конечно же, разобраться с тем, что стоит за этим. Вот, проработать эту тему. А так вообще просто блокировать и даже, даже не задумываться об этом. То, что касаемо работы, если ваш начальник психопат, то нужно увольняться и уходить на другую работу как можно скорее, иначе вы окажетесь в психушке. Точно так же и здесь. Ваша задача просто максимально быстро расстаться и перестать коммуницировать. Сказать со мной так нельзя. А если это повторяется много раз, то, конечно, надо искать ответ на вопрос, где в детстве эта травма. Знаешь, как я купила электронную книгу, но код найти не могу, мне не пришла. Свяжитесь на сайте со службой поддержки, напишите ваш e-mail, на который вы делали заказ, и они перепроверят, еще раз пришлют. Дело в том, что все коды, как и книги, отправляются автоматически, но иногда бывает, что некоторые e-mail, некоторые почтовые сервисы, блокируют или не принимают эту рассылку. Поэтому просто напишите, и вы все получите. Снова добрый вечер. Здравствуйте. Ваши эфиры помогли многим. Спасибо. Я хочу дружить, а подруги по-разному то предают, то нарушают границы. Это вам не проблема, или это может быть дело в их зависти? Нет, ну вопрос в том, почему вокруг вас люди, которые вам завидуют? Почему выбираете подруг, которые вам завидуют? Почему, если эта история... Я же помните, пишу, что если у вас что-то случилось, или в отношениях что-то происходит один раз, то, возможно, это случайность. Но если в вашей жизни что-то происходит системно, имена меняются, а история вся та же, то, конечно, это как про то, что ваше мышление впускает в свою жизнь людей с определенным психокодом. Соответственно, в вашем случае это завистливые люди. Что может стоять за этим? Страх зависти. Как минимум. Вот. Но опять же, это та же детская травматика, о которой я говорила, связанная с матерью, если все подруги такие. Вот. Кроме того, до тех пор, пока вы полны страхов, ваши границы будут нарушать. Кроме того, желание заслужить любовь никто не отменял, потому что манипуляторы, как правило, и всякие психопаты выбирают людей, у которых есть эта программа. Я заслужу любовь. То есть, возможно, вы очень стараетесь получить от них одобрения. Возможно, точно так же, как старались перед собственной матерью. Поэтому это все, на чем вам стоит подумать и задаться, задаться, ответить на эти вопросы. Анна, здравствуйте. Когда будет анонсировано ретрит и его условия? Благодарю. У нас, я думаю, на ретрит будет 10 мест. Я так себе думаю, ограниченный этот, ограниченный ретрит. Я пока планирую. Я думаю, что не раньше середины февраля мы объявим цены и объявим даты. Это будет конец апреля, начало мая. С дружбой, мне кажется, намного сложнее выйти, потому что это настолько мимолетно, и с человеком видишься не так часто, и все не так очевидно. Ну, бывает очевидно, бывает неочевидно. Я просто вообще не понимаю, зачем дружить с человеком, который вас не наполняет. Вот для меня вот дружба, как и отношение. То есть, вот я пообщалась с человеком, я должна из этого выйти наполненная. То есть, а он наполненный тоже, или она наполненная. Ну, зачем общаться с человеком, с которым, пообщавшись, вы входите в состояние депрессии, в состояние страхов, сомнений, чувства вины, в состояние какой-то неуверенности, там, не знаю, внутренней дисгармонии. Зачем? Зачем тратьте вообще свою жизнь на это? Если в мире полно людей, которые могут вас наполнять, и общение с ними точно так же, приносить вам удовольствие, им удовольствие, и вам удовольствие. Зачем же это делать? Спасибо большое, только вас переслушиваю, чтобы переживать свои эмоции. Тоже интересно про тему манипуляции в дружбе. У нас запланирована эта тема. Здравствуйте, как поведут себя мужчины-манипуляторы, манипуляторы, когда его женщина резко, за много лет, не подалась на его манипуляцию, попрощался, оскорбил. Непослушание, конечно, наказание, это любимое. Ах, ты не ведешь себя так, как я, тогда иди отсюда. Думаю, что через пару дней вернется для того, чтобы уместить. Добрый вечер. Я по натуре отдаюсь человеку, как не принимать все близко к сердцу, возвращаться, фокус на свою жизнь, не растворяться в проблемах близких. Иметь эту внутреннюю опору в себе. Вот. Как я пишу и говорю многократно вам, потому что пока у вас, пока вы полны страхов, кто-то будет пытаться нарушить ваши границы. Соответственно, точно так же, пока вы находитесь в состоянии, не имеете внутренней опоры, то вы будете все время пытаться найти эту опору в ком-то. Соответственно, вы будете впадать в созависимые отношения. То есть, как бы, если вы ищете любовь в ком-то, вы будете, вместо того, чтобы найти ее для начала в себе и к себе, вы будете постоянно попадать в созависимые отношения. Себя надо начинать вот в таких процессах. Стать для себя точкой опоры и стать тем человеком, который может любить просто так. Или позволить себе дружить просто так. И так далее. Тогда начнут в жизнь приходить те люди, которые будут отдавать именно вот этот обмен. «Анна, здравствуйте, благодарю вас за знания, которыми вы щедро делитесь. Начала общаться с парнем, вроде не психопат. Заметил, что он залип на мне по полной, прямо адреналиновой зависимостью». Ну, не стоит так думать. Знаете, гормональный коктейль никто не отменял. Когда мы вначале входим в отношения, у нас есть еще много гормональных историй, связанных с сексуальной привязанностью. Поэтому не всегда адреналин. То, что вы ему очень нравитесь, это не говорит о том, что он испытывает адреналин. Он не спит, не ест, похудел, постоянно мне пишет, прямо помешан на мне, дарит подарки, ухаживает, заботится и действия. Я не хочу отношений с ним, потому что он по социальным, материальным статусу ниже. Ну, вот он, вы для него, ваш код для него разрушителен, потому что вы выбираете на мужчину, который, ну, хотите мужчину, соответствующий вам социального статуса, да. Ну, может быть, похудел он не из-за того, из-за того, что он страдает, а не из-за адреналина. Хотя это тоже не очень здоровая реакция. Это, мне кажется, что самодостаточная здоровая психика, она не ищет оправданий. То есть, ты как бы смотришь на действия человека, если человек, например, не проявляется, ты такой, ну, окей. То есть, это не про то, что я плохая, да, это не про то, что я каким-то образом не соответствую. Это про то, что конкретно с этим человеком мы не совпали. Большинство же людей из-за собственных комплексов, да, там, встречая кого-то, и если этот человек, например, там, пропадает, они такие думают, да вот я должна его догнать, или там я должен догнать и добиться, и заставить его меня любить. Да ничего вы никому не должны. То есть, вы должны себе только одно, собственное счастье, спокойствие, уверенность и гармонию. Быть с теми людьми, которых вы действительно по-настоящему любите и которые любят вас. И любовь – это такая удивительная штука, что она, на самом деле, никогда нам не причинит боли. Адреналиновая вот эта вот, как я говорю, адреналиновая качель, да, или адреналиновая псевдолюбовь, гордыня, она может боли причинить нам всегда, она всегда причиняет, вернее. А истинная любовь, она переключится, перевоплотится, уйдет в какую-то другую форму, перейдет на проект, но она не заставит вас страдать там по кому-то, кто исчез из вашей жизни или вас отверг. Поэтому, такая вот тема. Добрый вечер. А когда две женщины между собой в отношениях? Может одна из них нарциссом быть, если да? Как оно проявляется? Спасибо, Анна. Если вы говорите об ЛГБТ-представителях, то да, у меня большая часть процента аудитории – это люди, которые являются ЛГБТ-представителями ЛГБТ-сообщества. И почему-то среди женской части абьюз развит там прям очень сильно. Ну, по крайней мере, те истории, которые я наблюдала, это просто какой-то трэш. Вот. Ну, из истории моих читателей или подписчиков. Поэтому проявляются точно так же, признаки все одинаковые, психопаты не имеют половой разновидности. Ну, то есть, как бы, как они… То есть, все признаки абсолютно идентичные. И ничего нового я вам не скажу. Спасибо огромное. Меня это коробит. Как будто понизили планку, соглашаюсь на меньшие. Пришла все ваши курсы, проработала модель любви, понимаю, что он именно такой, как я представляла, кроме социального и материального статуса. Ну, тут вы должны решить, что для вас важно – деньги или человек. Для меня всегда важен человек. Но, с другой стороны, очень-очень сильно напрягает, когда люди разного социального статуса. То есть, когда вы привыкли летать бизнес-классом, а человек привык ездить в метро. И это очень сложно, ну, это очень напрягает со временем. Если в начале, там, в первых полугода, в порыве влюбленности, ты готов это все простить, то потом наступает следующая стадия. Ты должен или понижать свой уровень, чтобы не оскорблять его, и не тыкать ему в лицо каждый раз. Или ей, что разница у вас огромная. Вот, ты должен как бы или себя отправлять в дискомфорт, или его в дискомфорт. Поэтому, наверное, это как-то надо обсуждать. Если прям любовь такая сильная, что как мы будем это делать? И вообще, есть ли у тебя потенциал для роста? Потому что, как бы, история знает немало случаев, когда девушка отвергла парня, потому что он был недостаточно богат. А потом, через пять лет, он приехал к ней там на Роллс-Ройсе, и она кусала себе локти. Не знаю, мне все равно кажется, что любовь всегда побеждает. Я, по крайней мере, в это очень верю. Вот. И материальный статус она тоже должна победить. То есть, что это значит? Это значит, что если у вас прям у обоих действительно по-настоящему чистое чувство любви, то жизнь найдет способ, как разрешить задачу, и сделать его чуть богаче, чем он сейчас. Мне так кажется. Меня это коробит. Как будто понизила план. Так, это я уже читала. Вопрос. Почему я в нем вызываю адреналиновую зависимость, если я с вами... Потому что вы его отвергаете. Вы его отвергаете внутренне, вы его не принимаете. И я не уверена, что это адреналин. То есть, люди не всегда худеют. Из-за того, что это адреналин. Он может страдать, переживать страх потери. Его может сжирать. Почему вы решили, что это адреналин? Из-за того, что он похудел. Люди худеют не только из-за адреналина. Вот. Поэтому вы ему уже причиняете боль своим отвержением. Понятно, что у него есть программа быть отверженным. Есть некоторая параноидальность. Потому что параноидальные люди, они худеют из-за несчастной любви. Вот. Не параноидальные. Вообще не страдают из-за несчастной любви. То есть, есть тысяча один способ, как за два часа убить в себе любую несчастную любовь. Поэтому, не знаю, я больше думаю, что, понятно, это страх потери. Его программа какой-то, что вы его отвергаете. Возможно, работает какой-то я ее недостоин, если вы на это указываете. Чувак в стрессе просто из-за этого. В общем, из-за всего, что... Отправьте его на отношения для жизни или вместо жизни. Реально нужен онлайн. Но я к нему отношусь, слушаюсь, хорошо. Не пользуюсь и не обижаю дело. Ответное проявление заботы, внимания. Докладно оцениваю, что он хороший, старается. Он как будто не дотягивает до его представления. Значит, нужно с ним расстаться, чтобы большее пришло в мою жизнь. Если опасно для него, значит, по-человески. Слушайте, у меня всегда на такие вопросы, с которыми я тоже в свою жизнь сталкивалась не раз, есть только один ответ. Всегда иди за своим спокойствием и делай выбор из любви. Если вы соглашаетесь на эти отношения из страха, из страха одиночества или из страха, а вдруг лучше не получится, а вдруг лучше ко мне не будет относиться, то, конечно, из этих отношений надо выходить. Если вы этого человека по-настоящему любите и ваше спокойствие ведет к нему, то тогда уже совершенно неважно, какой у него статус или все остальное. Потому что получается, если вы его любите и ваше спокойствие ведет к нему, а вы на самом деле из-за собственного «а я хочу богаче», наверное, получите потом какой-то интересный опыт, который можно будет оценить через пару лет. Поэтому я всегда за то, чтобы не делать выбор из страха, а делать выбор из уважения, доверия, заботы, любви, из будущего, из наследия, вот из таких чувств, из чувства благодарности, из чувства мира внутреннего, из чувства спокойствия. Вот это для меня является ключевым. Все остальные штуки, богатый, толстый, худой, старший, младший, мне кажется, это все не имеет значения. Значение имеет, что вами руководит в принятии того или иного решения, куда ведет вас ваше спокойствие. Вот так вот. Если нет спокойствия, помните, как вы же давно уже со мной находитесь на связи, в «Исцелении любови» я описываю, там есть глава, как правильно расставаться. И в этой главе я говорю о том, чтобы, что прежде чем это сделать, очень важно правильно принять решение, мы должны убрать все внутренние претензии и вот задать себе вопрос. Задайте себе вопрос. То есть у меня к нему одна претензия по поводу его денег, и вот проанализируйте с помощью методики клуба «Жить жизнь» страх, что я с небогатым мужчиной, что за этим стоит. Страх осуждения, страх, что вы хотите, что скажут люди. То есть почему вас вообще волнует его материальный статус, а не ваш собственный, над которым можно работать. Напомню, спасибо, получила полностью ответ на свой вопрос. Здравствуйте, Анна. Мой мужчина часто говорит про себя. И когда извиняется, говорит «извините». То есть и ко мне на «вы». Если здесь что-то скрытое, ну это может быть его какая-то с детства идет какая-то история, когда родители так говорили «извините», на «вы» переходили. Вы у него спросите, почему так делать? Они вот как выйти из зависимых отношений, чтобы не было так больно. С чего начинать? Начинать надо с книги «Порабощение любовью», а еще лучше онлайн «Любовь или зависимость», на которой, кстати, сейчас действует скидка от 30 до 50%. Три часа и забыли об этом. Как поставить на место? Я уже отвечала. Добрый вечер. Спасибо вам за вас. Как простить бывшего мужа за то, что вообще отказался от своего ребенка? Не могу это принять. Вам придется это принять? Может быть, тогда что-то изменится? Метод прощения у всех в моей методике абсолютно идентичный. Это медитация прощения других, а потом пересмотр отношений. И здесь точно так же. То есть, задача, что вас вот как бы в этой ситуации бесит? Что он не помогает финансово? Или что он счастлив с другой? Ну, а если бы он умер, например, что вы бы же как-то жили? Ну, то есть, за этой на самом деле претензией что-то стоит. Что он ушел к другой женщине и забыл ребенка. То есть, добавьте к этой фразе то, что вас действительно по-настоящему беспокоит. Вот. И разберитесь с этим. Спасибо вам. Спасибо вам. У меня нормальный голос. У меня садится что-то. Не знаю почему. Друг начал встречаться, был контактен, сейчас сидит постоянно в телефоне, в переписке с ней. Я не узнаю, он как потерянный. Беспокоюсь, что напал на хищницу. Слушайте, влюбленность часто подразумевает некий такой включение в процесс. Это нормально, наверное? Ну, в большинстве случаев. А нормально, когда человек влюблен раз в две недели писать? Мне кажется, это ненормально. Скажите, пожалуйста, а как быть мужчиной, с которым... А, вот, кстати, мысль пришла. А вы вот, Александр, подумайте, может, вы ревнуете просто? Скажите, пожалуйста, а как быть с мужчиной, с которым в отношениях, и он, пройдя опыт боевых действий на войне, стал другим, и теперь общаюсь как будто с другим человеком? Ну, посттравматический синдром и сильные стрессы неизбежно влияют на нашу психику. Вы действительно общаетесь с другим человеком. И вам нужно либо принять и полюбить этого человека заново, либо отпустить, по-другому не будет. К сожалению, горе очень часто нас меняет радикально. Радикально. Вот. Молодой человек не отвечает на смс, говорит, у него проблемы и нет настроения. Как быть? Ну, отпустить, в смысле, дать ему время, свободу и заняться своей жизнью. На новом месте уже более чем за год нет друзей, коллеги и все. И дочь тоже без друзей, хотя со своими старыми друзьями практически со всеми поддерживает связь. Что это? Сопротивление, непринятие, что? Я не сновидящая, не знаю, может быть, вы ни с кем не общаетесь. Как бы друзья приходят в нашу жизнь, тогда, знаете, я часто думаю над этим вот в последнее время, кстати, тоже, что для того, чтобы быть вместе, неважно, это дружба, партнерство и даже личные отношения, не всегда нам достаточно, только иметь хорошее отношение друг к другу или слово любовь. Для того, чтобы очень часто отношения проросли во что-то, должны быть обстоятельства для этого. Понимаете, что такое обстоятельство? То есть, например, если один человек, например, остался там, переехал в другую страну, он стабилизирует полностью свою жизнь, ему надо, не знаю, начиная от аренды квартиры и заканчивая всей легализацией в этой стране, то, наверное, в это время ему не до отношений. Вот, возможно, здесь просто точно такая же история, что вы внутри себя, занимаясь каким-то огромным количеством своих процессов, вам просто не до дружбы, и вашей дочери тоже не до дружбы. А когда вы стабилизируетесь, уже станет все так понятно, стабильно, спокойно, то, возможно, в этот момент начнут приходить дружбы. Вот, поэтому, я иногда тоже думаю над этим, что некоторые люди не хотят отношений, потому что они находятся в сумасшедшем стрессе в силу разных обстоятельств, и вообще, как бы, недоотношений. И мне кажется, кстати, напишите мне, что вы думаете об этом, что очень сложно побороть эту силу притяжения к земле, эти отношения, когда, например, один человек в бесконечном стрессе, а у второго все стабильно. Это сложно друг друга понять, нет? Как вы думаете? Хорошо. Так. Есть, как бы, какая-то проблема у андроидов в последнее время с инстаграмом обновить мобильное приложение. Почему так сложно забыть человека, который грубо бросил? Потому что это а, зависимость, б, невысказанность, то есть там целый спектр, я очень много говорю об этом, на онлайне любовь или зависимость срабатывает, и мы поэтому думаем, как бы это из-за незавершенности в основном. Сядьте и напишите ему на листе бумаги письмо, все, что вы хотите ему сказать. Спасибо за любовь или зависимость, практика, я не могу без тебя работать суперски. Да, я вообще не могу дружить, видать, я такая подруга, забила эту тему, и жить стало легче. Ну да, помните, недавно я говорила где-то в сторис, да, о страхе быть отвергнутым или брошенным, что люди очень часто отказываются от отношений, потому что боятся, что их бросят. И от дружбы в том числе отказываются, что лучше я брошу сам, чтобы не бросали меня на всякий случай, хотя его никто бросать не собираться. Вот. Как общаться с отцом-невротиком? Не общаться, если вы не можете общаться, выходить на письменную коммуникацию. Муж закатил скандал и ушел, потому что я не хочу продавать свою квартиру, живет в моей квартире. Ну, это ваше решение не продавать свою квартиру. Почему обязательно отомстить? Вот я считаю, что не надо отомстить, но некоторые хотят отомстить. Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, как мне реагировать, если бывший муж психопата, абьюз, пишет дочери, 18 лет, оскорбление, унижание, ну, и на меня, конечно, хотя мне это все равно, но за дочь хочется порвать и ненависть. Ну, как бы, это неизбежная часть пути взаимодействия с психопатом, поэтому или вы взаимодействуете, или не взаимодействуете, или вы говорите ему, еще раз ты так напишешь, и мы больше не будем общаться никогда. Хотя это не будет иметь никакой силы, потом общаетесь, получаете оскорбление, не хотите оскорбления, нужно переставать общаться. Вот. Хорошо. Мне кажется, я с вами так долго, нет? Я вам не надоела? Спасибо вам огромное. Я говорила 25 минут, а мне кажется, я уже здесь в эфире два часа нет. Хоть бы посмотреть, где тут написано, сколько я в эфире. Ну что ж, спасибо вам огромное всем тем, кто был со мной. Завтра будет у нас в эфире мой инстаграм пять иллюзий мужчины в отношении женщины. Готовьтесь. Можете еще тут позадавать мне вопросы на эту тему, я с большой радостью завтра тогда прикреплю их к теме. Вот. И второй у нас эфир будет, я уже забыла, и второй у нас эфир будет кризис уверенности в фейсбук. Поэтому завтра мы встречаемся в два часа дня по Нью-Йорку здесь в инстаграм, для того, чтобы потом продолжить фейсбук. Спасибо за вашу любовь, за ваше внимание, за ваши добрые-добрые слова. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова